Доброе утро, крымчане! Сегодня вторник, сегодня 19 марта, и сегодня почти праздничный день, потому что вчера был день, который наверняка каждый из вас ответил по-своему. Ну, я хочу сказать, что хорошо, когда неделя начинается со вторника, еще лучше, когда начинается с утра нового дня. С вами сегодня Салья Салямова и Александр Ткачев, и мы начинаем наш эфир. Мы работаем в прямом эфире сразу на двух телеканалах «Первый Крымский» и «Крым-24», и для вас приготовили только хорошие новости. Саш, но я надеюсь, ты за эти три дня очень хорошо отдохнул. И поработал. И поработал даже. И поработал тоже. То есть ты не отвык от ранних подъемов? Нисколько, я всегда как. Солдат поднимаюсь с рассвета. Да, но я тоже работала, и мы, кстати, все это время делали новости. И вот о том, какие же события были в эти последние 24 часа, я прямо сейчас и расскажу. Итак, празднуем по-спортивному. Массовый забег в честь первого юбилея «Крымской весны» состоялся в Ялте. В нем приняли участие более двух тысяч человек. Победителей на финише ожидали сюрпризы. В гонке присоединился и Дмитрий Попов. Давайте аккуратно сделаем дальше раздутые руками, если есть возможность, чтобы никого не убить. Поехали. Александр Легков – олимпийский чемпион по лыжным гонкам. Перед забегом для жителей и гостей Ялты он проводит разминку. Это поможет подготовить мышцы к нагрузке. Программа действительно насыщенная. Верхнюю часть уже размяли, перешли к нижней. Сильно усердствовать не буду. Силы свои нужно поберечь. Присоединился к разминке и Иван Аринин. Он марафонец. Максимальная преодоленная дистанция – 212 километров. Заниматься бегом начал после травмы ноги. Все болезни отступили. Я уж не буду их перечислять, которые неприятные. Но вот это вот я не знаю. Упражнение, конечно, увеличивает длину шага. Перед забегом все уже выстроились. Участники одеты в футболке цветов триколора. Все, три, два, один, поехали! Старт дан, и бегущий флаг устремился к финишу. Мы селёв! Чуть назад! Если для одних главная победа, для других – участие, то для нас самое главное – снять удачный сюжет. Двигаться довольно легко, даже несмотря на то, что колонна плотная. Дистанция – 2 километра. В колонии бегут мужчины и женщины, взрослые и дети, профессиональные спортсмены, любители и даже люди с особыми потребностями. Дима прикован к инвалидной коляске, но мечтает преодолеть дистанцию наравне с другими. Хотя проверили, легко это или не кофт? Ну, как сейчас чувствуешь себя? Хорошо. Ближе к середине дистанции колонна растягивается, разгоняться становится удобнее. Спортсмены друг друга подбадривают. Атмосфера очень дружественная, настроение весеннее и праздничное. Всё хорошо, чуть телефон не потерял. Очень стараюсь. Здорово, праздник, настроение у всех хорошее, все улыбаются. У нас многоедная семья, и всей моей семьёй здесь вместе с вами. Замыкают колонну дети. Организаторы их подбадривают. Вы все огромные молодцы. Осталось совсем немного. Вы почти на финишной прямой. После финиша участники окружают кулер с водой, восстанавливают силы. Затем идут к палатке с призами. Все хотят получить сувенир. Каждый участник нашего забега получает вот такой памятный блокнот о нашем мероприятии. Их две тысячи штук. А самые быстрые получили сертификаты на отдых в ресторанах и гостиницах Южнобережной столицы, чтобы продолжить праздновать Крымскую весну. Дмитрий Попов, Роман Ананьев, Руслан Князев. Новости 24. Ялта. Президент Владимир Путин запустил Балаклавскую и Таврическую ТЭС в режиме видеоконференции в Севастополе. Введены в строй четыре блока по 235 мегаватт. Станция обеспечит электроэнергией не только Крым, но и соседние регионы. О визите президента в материале Анастасии Кошель. В честь пятилетия Крымской весны важнейший для полуострова объекты Балаклавскую и Таврическую ТЭС запустил лично Владимир Путин. Он осмотрел новое оборудование на станции в Севастополе, а сотрудники отчитались перед президентом. Уважаемый Владимир Владимирович, мы находимся на ЦЦУ Таврической ТЭС. На текущий момент завершены монтажные строительные работы основного вспомогательного оборудования. Закончены пусконаладочные работы. Проведены полностью, в полном объеме все испытания. Таврическая ТЭС готова к включению. И вот в формате видеоконференции долгожданный старт. Владимир Владимирович, обеспечен набор мощности Балаклавской ТЭС и Таврической ТЭС в полном объеме 4 блока по 235 мегаватт, а также запуск в работу подстанции Порт. Президент отметил, что теперь Крым сможет снабжать собственной электроэнергией не только себя, но и соседние регионы. Здесь, в Севастополе, на полную мощность выходят Балаклавская ТЭС и Симферопольская Таврическая ТЭС. Эти станции с октября прошлого года уже работают, поставляют энергию. Сегодня вводятся еще два новых блока. По одному там и там. Их общая мощность удвоится. Будет увеличено до 940 мегаватт. Это ровно столько, сколько в прежние годы Крым получал из соседней страны. Сегодня общий объем энергопотребления в Крыму составляет 1100 мегаватт. Основные работы в этом смысле, можно сказать, завершены. Но еще есть над чем работать, в том числе и по сетям. Я выражаю слова благодарности за то, что уже сделано. Хочу выразить надежду, что вы и дальше будете работать так же эффективно, как это было до сих пор. После запуска на полную мощность всех объектов генерации, Крым с учетом энергомоста будет получать 2460 мегаватт мощности в сутки. Анастасия Кошель, Новости, 24. Такой была информация этого выпуска. Ну а мы продолжаем следить за развитием событий. Конечно же, в течение этих двух часов расскажем еще больше интересной информации. Но у меня тоже есть хорошая новость для тебя. Какая, рассказывай. Наши коллеги из радиоинной студии уже наверняка готовы нас услышать. Трещит. Вот вчера встречался президент. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, коллеги. Мы вас вынуждены прервать на стелемост с коллегами. С первого этажа. Доброе утро, коллеги. Доброе утро. Доброе утро. Как началось утро вашего нового дня? У нас свое практически не заканчивалось. Не заканчивался вчерашний день. Владимир Петрович Андронаки пришел к нам прямо со встречи с президентом Путина. Да, прямо с вечера здесь. Мы обсуждаем геополитику. Какие геополитические заявления вчера сделал в Крыму президент Путин? У нас сегодня тоже на повестке дня, в общем-то, вчерашние события, которые, конечно, являются, наверное, наиболее яркими этой половины года. И сегодня мы их тоже будем активно обсуждать. Мы еще буквально 20 минут потерзаем Владимира Петровича, а потом отправим его к вам. Мы его с нетерпением тоже ждем. Спасибо большое, коллеги. Спасибо, спасибо, коллеги. Но действительно, визит Владимира Путина просто вызвал вчера небывалый ажиотаж. На площади Ленина собралось около 30 тысяч человек. И я знаю, что была огромная очередь для того, чтобы попасть на саму площадь и услышать, конечно же, слова нашего лидера. Действительно, да не только услышать, увидеть нашего лидера – это всегда приятно, потому что сколько этот человек сделал для Крыма, ну, наверное, мало с кем можно сравнить. Как минимум, присоединил его к России. Я не знаю даже, насколько это много или мало, мне кажется, здесь просто безграничное. Сложно оценить. Ну, я думаю, в любом случае, погода вчера была прекрасна и благоприятствовала визиту. А каковой она будет сегодня, давайте узнаем из следующего сюжета. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Салия, скажи, пожалуйста, бывала ли ты когда-нибудь в микрорайоне Фонтаны? Ну, конечно, бывала, потому что город наш достаточно большой, и этот регион, район нашего города тоже отличается большими масштабами. И там я бывала в гостях, и хочу отметить, что, ну, хороший район. Большая природа, там красиво действительно, но теперь у тебя есть еще один повод побывать, потому что там заложили парк под названием «Крымская весна». Ведь мы все прекрасно помним обещание Натальи Маленко, главы администрации Симферополя, что скоро крымская столица станет настоящим парком, городом-садом. Мы действительно в районе Фонтанов заложили парк, и там высадили 150-150. Это совсем немало редких и декоративных растений. Это повод возрадоваться. Ну, я знаю, что там вообще планируют облагородить территорию, и к концу года должны появиться скамейки, должны появиться урны, дорожки. В общем, все для того, чтобы было понятно, что здесь все цивилизованно, и можно приходить гулять, наслаждаться прогулками именно в этом месте. Но я знаю, что там же также заложили капсулу, в которой участники этой акции написали, каким они видят Крым через 25 лет, и ровно через четверть века они вскроют эту капсулу. Интересно, что же они узнают? Ну, я думаю, как раз-таки там будут истории вот этих дней, вчера, что было вчера, что было позавчера, об этом все и рассказали участники. Любопытно. Но вообще интересно, что история будущего делается прямо сегодня. И в частности, очень важно понимать, что она делается руками тех людей, которые еще совсем не выросли, совсем, как говорится, лавишка. Маленькими крымчанами. Да, маленькими крымчанами. И вот следующий сюжет как раз об этом, о том, как выращивают маленьких крымчан и как их радуют. Мы все родом из детства, и воспитание патриота должно начинаться с молодых ногтей. В Дворце детского и юношеского творчества чествуют крымскую весну. Просторный холл главной детской творческой мастерской республики пестрит цветами – красным, синим и белым. В работах здешних воспитанников, цветах государственных флагов малой и большой родины, абрис крымского полуострова и арки моста – все переплетается, все славит весну. Встречаем крымскую весну прекрасным настроением, солнцем, шариками, ленточками, шикарными фотографиями. Проходит сегодня в нашем республиканском центре детского творчества мероприятие, посвященное этому прекрасному событию. У нас проходит телемост, мы встречаемся с представителями РДШ Иванова. Для наших старших детей Дворца мы подготовили креативную программу, в которой будет существовать и песни, и танцы, фото-зона, в которой они себя проявят креативно в рамках крымской весны. Дети и взрослые к пятилетию воссоединения готовились долго и скрупулезно. Руководство решило отойти от традиционных торжеств в актовых залах на бархатных креслах. Сейчас будешь настоящим красавчиком. Давай пятюшку. Все действие происходит в просторном вестибюле. Ведущие родители и юные участники водят хороводы, читают стихи и поют песни к непосредственной близости друг от друга. И живет на Крым-перебегах, где стоят плотаны вековые, отражая у своих глазах девушка по имени Россия. К нам в Крым пришла весна однажды. Совсем другая русская весна. Что там, мама, дальше? Всем этим ребятам по пять лет. Это младшая группа дворца. Здесь их учат не только рисовать и петь, но и быть патриотами. Сегодня, когда этим детям рисуют на щеках российский триколор, ребята еще не осознают, что являются ровесниками возвращения этого флага на крымскую землю. И теперь их судьбы связаны неразрывно и навсегда. Ребят, почему этот праздник так важен? Чтобы Россия бы мирилась с Крымом. Это Россия, весна. Крым – это тоже как весна. В этот день надо веселиться, праздновать этот праздник. Еще одной достопримечательностью самого крымского весеннего праздника во дворце детского и юношеского творчества стало дерево желаний. Ребята, смотрите, у нас есть вот такие красивые карточки, такие стикеры. Вы можете нарисовать или написать пожелания для своей любимой родины. Родители вам, если что, помогут. И ваши пожелания приклеить вот туда, на красивое наше дерево, дерево нашего дворца. Помощь родителей не пригодилась. Молодые россияне самостоятельно справились с задачей. И в посланиях к дереву просили для своей семьи, своей малой родины и всей страны любви, процветания и мира. От лица дружного коллектива телерадиокомпании «Крым» мы тоже оставим свою записку на дереве желаний. Вот так вот мы пожелали, я пожелал лица телекомпании мира, дружбы и, конечно же, единства. Ну, если честно, я тебе даже немного завидую, потому что я представляю, какой хорошей энергетики ты там набрался. Подчеркиваю, действительно. Да, как тебя зарядили дети вот своей чистой, светлой, доброй энергией. Но еще что самое важное, что не умеют выговаривать слова «Россия», «Крым», но уже понимают, что пять лет назад они воссоединились. Причем это было в то время, когда они только-только появились сами на свет. Абсолютно верно. Они абсолютные ровесники «Крымской весны». Как я сказал, они еще сами не осознают, что являются ровесниками флага, который водрузили вновь на исконно русской земле. Да, новая история началась и у этих детей с их рождения, и у всего Крыма. Но мне бы еще хотелось добавить вот по поводу Дворца пионеров, как мы его привыкли называть в народе, что там прошли достаточно большие торжества, там и читали стихи, и были композиции, посвященные тоже именно этому событию. Ну, а также известная группа «Непоседа», они исполнили патриотическую песню, посвященную историческим событиям. Там работала выставка, я думаю, что и сейчас на нее можно сходить. Ну, а также там состоялся шахматный турнир. Все это в рамках событий «Крымской весны». Много событий, которые прошли за последние несколько дней, которые не просто украсили столицу морально, но еще и физически. В частности, парк имени Гагарина, многострадальный наш, в нем прошли мероприятия, которые позволят парку в скором времени стать самой привлекательной, самой зеленой зоной в городе. Наталья Мленко высадила там, вместе с премьер-министрами Крыма, около 20 аризонских кипарисов, которые были выстрижены в форме спирали. Это очень высокоухолдное дерево с точки зрения постоянной подстрижки его. Но, с другой стороны, как мы знаем, кипарис аризонский, он помимо того, что имеет великолепную сизую хвою, он еще и пахнет, пахнет, его хвоя пахнет корочкой апельсина. И это уникально. Более того, скажу, что это самый морозостойкий из всех видов кипариса, и он прекрасно зимует в Симферополе даже в самые холодные зимы. Но я бы хотела добавить, что высадили около 40 деревьев. А вообще стоит отметить, что власти Симферополя, городская администрация, они в эти выходные, видно, не отдыхали, а высаживали деревья. Сначала в районе Фонтаны, а потом в парке Гагарина. Но ведь не зря же пообещали вновь вернуть Симферополю статус одного из самых зеленых городов России. И я думаю, что в скором времени это удастся. Ну, слово держит свое, это точно. Но в любом случае, когда это произойдет, наш прекрасный город облагородится, и это станет поводом внести эту дату во все хронологические справочники. И тогда наверняка наши журналисты в очередном выпуске «Хронографа» об этом упомянут. Ну, а что было в этот день много лет назад, мы узнаем прямо сейчас. 19 марта считается официальной датой рождения подводных сил российского флота. В этот день, 113 лет назад, по указу императора Николая II утвердили новый корабельный регламент. В него включили подводные лодки на правах кораблей 3-4 ранга. 120 лет назад по инициативе известного хирурга Николая Вильяминова открыли первую в Петербурге станцию скорой помощи. Она состояла из одной кареты, оснащенной медикаментами, инструментарием и перевязочным материалом. По вызову на них выезжали врач, фельдшер и санитар. До этого пострадавших от несчастных случаев доставляли в приемные покои при полицейских домах. 19 марта в 1913 году родился знаменитый советский летчик Александр Покрышкин. 65 официальных побед в боях. Он стал живой легендой, орудием советской пропаганды. За годы Великой Отечественной войны был не раз награжден золотой звездой и стал первым в истории трижды героем Советского Союза. В этот день, 101 год назад, в США принят акт о стандартном времени. Также утвердили деление на часовые пояса. До этого в каждой отдельно взятой местности использовали систему собственного солнечного подсчета. Но она стала неактуальной с развитием железной дороги, так как вызывала путаницу и аварии. 119 лет назад родился ученый с мировым именем, французский физик Фредерик Жолио Кюри. Был активным общественным деятелем и председателем Всемирного совета мира. Наукой занимался вместе с женой. Супруги получили Нобелевскую премию по химии за открытие явления искусственной радиоактивности и опубликовали больше 120 работ, посвященных ядерной физике, химии и ядерной технике. 19 марта в 1991 году в Харькове впервые родился ребенок, зачатый в пробирке. Девочку назвали Екатериной. Харьков стал третьим городом БСССР после Москвы и Ленинграда, в котором провели этот эксперимент. Ну что же, вот такая была информационная повестка сегодняшнего дня. Но я не могу не упомянуть событие, которое произошло вчера. Соответственно, 18 марта, 175 лет назад, именно столько бы сегодня исполнилось величайшему в истории русской музыке композитору Николаю Андреевичу Римскому Корсакову, который известен тем, что создал целый жанр оперы, сказочная опера. Такие оперы, как «Золотой петушок», «Снегурочка», «Сказ о Граде Китеже», «Кощей Бессмертный», в конце концов, его последняя опера, написанная в 1915 году. Все это написано его трудами. И почему я об этом упоминаю? Потому что сложно не сказать, что именно его творчеству, его прибытию в Крым, он в Крыму бывал дважды, и вид Бахчисарайского дворца, его вдохновил написать одну из его самых ярких, самых запоминающихся сюит под названием «Шахеризада». Некоторые мотивы настолько пропитаны восточной экзотикой. Тебе, как восточной женщине, с Илья, наверняка эта музыка бы пришлась по душе. Ну, я думаю, что да, надо для этого переслушать. Ты сказал, как раз-таки сегодня ему бы исполнилось 175 лет. А, вчера ему исполнилось бы. Ну, почти что сегодня, без малого. Есть повод послушать эту музыку. Да, ну, она очень многим известна, в частности, в фильме «Бриллиантовая рука», прошу прощения, «Кавказская пленница» она неоднократно звучала, тема принца и принцессы. Ну, в общем, все это очень интересно, я рекомендую на досуге ознакомиться. Ну, а что предлагаю сделать прямо сейчас, так это узнать о курсе валют и о ценах на углеводороды. И для этого я подхожу к нашему плазменному экрану, чтобы вам рассказать, что сегодня литр газа стоит 27 рублей 96 копеек, литр дизельного топлива 51 рубль и 32 копейки, 92-го бензина 47 рублей 21 копейка, 95-го 50 рублей 38 копеек, и 98-го, самого дорогого традиционно, 56 рублей 59 копеек. Что же касается курса валют, как мы знаем, всегда бензин и цены на топливо привязаны к курсу валют. Так вот, сегодня доллар равняется 65 рублям 42 копейкам, а евро 74 рублям и 6 копейкам. За последние сутки обе валюты сдали в своих позициях порядка 10 копеек, что означает, что рубль смог несколько укрепиться. И, по-моему, это тоже почти праздничная новость. Да, это хорошая новость, учитывая, что, как стало известно, социальные пенсии, они проиндексированы на 2%, и это значит, что сумма увеличится. И вот я бы хотела сказать, что социальные пенсии получают, конечно же, не обычные пенсионеры, а те, у кого нет стажа работы, и это обычно люди с ограниченными возможностями, или те, у кого нет возможности выйти на работу. Возможно, они смотрят за инвалидами, присматривают. 2% наверняка не такая большая сумма, но важно помнить, что даже копейка бережет рубль. Да. Ну, а сейчас давай перейдем опять к праздничным мероприятиям, которые состоялись вчера и вообще в эти дни, так как мы начали праздновать с 15 марта, День воссоединения Крыма с Россией. И в этот день, конечно же, состоялся огромный телерадиомарафон нашей компании, во время которой мы и вспоминали события пятилетней давности. Одно из самых масштабных мероприятий, наверное, которое проводилось в нашей телерадиокомпании за прошедшие 5 лет. Ну и небольшая такая справка о том, что же все-таки мы делали 15 марта и как радовали вас. Ну, я думаю, что многие наверняка смотрели наш эфир, и он запомнился. Так вот, 15 марта наша телекомпания провела телемарафон, посвященный событиям пятилетней давности. Достаточно масштабное мероприятие прошло. Длился весь марафон почти 14 часов, и в нем приняло участие рекордное количество гостей. Все они делились воспоминаниями крымской весны. Поздравляли и руководители других регионов, в их числе Рамзан Кадыров. Среди гостей герои крымской весны, представители народного ополчения, казаки, бывший прокурор Крыма, а также депутат Госдумы Российской Федерации Наталья Поклонская. Они раскрыли неизвестные страницы тех переломных дней. В режиме онлайн работали наши корреспонденты со всех уголков Крыма, показывали самые яркие, масштабные и яркие мероприятия, проходившие на улицах крымских городов. Наш телемарафон смотрел весь Крым, что по просмотрам мы, можно сказать, переплюнули федеральные телеканалы. В перекрестном марафоне приняли участие 5 СМИ, 2 телеканала и 3 радиостанции, которые поочередно брали слово. Все прошло на высоком уровне. В этом году, стоит отметить, крымскому телевидению исполнилось 60 лет. И первооткрыватели этой сферы, наверное, не могли мечтать о таких возможностях вещания в прямом эфире. Этот уникальный опыт, конечно же, войдет в историю. И очень отрадно, что начали этот телемарафон именно наши коллеги из редакции «Утро», Артем Андроновский и Александр Корнович, которые поздравили вас, крымчане, первыми. И это немножко радует нас. Да, но стоит отметить, что, как ты уже сказал, марафон делался рекордные 14 часов. И действительно, во время него показали много событий. И наши корреспонденты были фактически во всех уголках Крыма. Ну, а сейчас мы переходим к нашей следующей рубрике. После чего снова вернемся в студию и расскажем о других интересных событиях. На новой сцене Крымского академического русского драматического театра имени Горького комедия «Зойкина контора». Приуспевающая бизнес-вумен, с виду идеальная женщина. Красивая, умная, вот только в любви и не везет. После встречи с известным психологом Кириллом ее жизнь меняется. Надолго ли? Начало спектакля в 19.00. В Симферопольском художественном музее выставка «Работа Адама Катца». В кисти мастера принадлежат портреты Михаила Щеглова, Николая Барсамова и других. Полотна классика крымского искусства второй половины 20 века познакомят зрителя с миром вдумчивого художника. Выставка продлится до 21 апреля. Сегодня в кинотеатрах комедия родителей легкого поведения. В центре сюжета обеспеченная пара Фрэнк и Нэнси. Когда приходит время отправлять дочь в колледж, оказывается, что от былого богатства остались только долги. Чтобы скрыть финансовый крах, горе-авантюристы придумывают коварный план. Они готовы на все, даже сдать в аренду чужой особняк. Время сеансов вы можете выбрать сами. На киноэкранах фэнтези «Рожденный стать королем». Непростая жизнь 12-летнего Алекса превращается в грандиозное приключение, когда он находит легендарный меч Экскалибр. Подростку, который считал себя неудачником, предстоит стать новым королем. Но для начала нужно разобраться со злой средневековой колдуньей и не дать ей уничтожить мир. Для любителей мультфильмов на экране нормы несокрушимые, ключи от королевства. Мишка становится правителем Арктики. Его приглашают в Нью-Йорк и вручают награду. Золотой ключ от королевства. Пока герой купается в лучах славы, трофеи похищает. Но это не самое страшное. Бандит под видом Норда организует серию ограблений. Сумеет ли новоиспеченный король защитить свое имя? Смотрите на утренних сеансах. Ну что ж, а у нас в студии уже есть гость, которому есть чем гордиться. Особенно приятно представлять, ведь это наша коллега Марина Патрина, главный редактор общественно-политического обещания телерадиокомпании «Крым». И, конечно же, сегодня мы будем также говорить о событиях дней минувших, в частности, о визите Владимира Путина на полуостров. Доброе утро. Доброе утро, ребят. Рада приветствовать вас. Действительно, настроение приподнятое до сих пор под впечатлением от вчерашнего дня. Потому что не каждый день. Какая была асфера? Мы вчера все оба глаза смотрели на мероприятие, правда, с телеэкранов. Как проходило все? Вообще стоит отметить, что она была достаточно нетипичной, эта пресс-конференция, больше как диалог, потому что находились в небольшой комнате и было не так много людей, как это обычно происходит. Но это была не пресс-конференция, это было общение президента с общественностью Севастополя и Симферополя. У нас было несколько десятков человек. Действительно, атмосфера была достаточно доверительная. Конечно, нам пришлось подождать президента, когда уже зашли Сергей Валерьевич Аксенов, Устинов, Козак, Овсянников. Мы подумали, что вот сейчас зайдет президент. Но подошел Песков и сказал, что, ребят, еще немножко подождите, у президента есть еще какие-то определенные задачи, дела. Еще минут 10-15, и мы выдохнули. Но потом неожиданно, конечно, начали затворы фотоаппаратов щелкать, и мы поняли, что вот-вот, вот все, он где-то уже на подходе. Зашел, спокойно поздоровался, как будто бы мы каждое утро с ним здороваемся, вот так вот, с глазу на глаз. Ну и, собственно говоря, небольшая преамбула, небольшое приветствие предоставило слово людям, которые сидели в первом ряду. И потом уже с руки начинали задавать мы вопросы, и было понятно, что он просто ищет глазами тех, кто вот, мне кажется, выше поднимает руку. Мне удалось, я счастлива. Да, да, тебе тоже удалось задать вопрос, спросила по поводу отношения к Крымской весне, и знаешь, ответ был вот предельно откровенным. Тебя удивила эта честность и открытость президента? Честно, не удивила. Я ожидала, что будет примерно такой ответ. Мне просто хотелось задать этот вопрос, и хотелось, чтобы на мой вопрос был вот именно такой ответ. Для меня это было важно, и, мне кажется, мой вопрос был, ну вот, один из самых таких вот проникновенных, таких каких-то искренних, таких вот эмоциональных, как я сказала, когда вопрос будет немного лирическим, потому что сложно было ожидать каких-то сенсаций, но мне хотело вывести президента на какую-то эмоцию, чтобы это вошло в историю, скажем так. В общем-то, для тех, кто не смотрел, о чем в основном спрашивали? Спрашивали, ну, как бы люди привязывались к каким-то конкретным проблемам о сельском хозяйстве, о воде, о обеспечении жильем военнослужащих, то есть то, где существуют определенные, может быть, недоработки, где существуют какие-то нюансы в законодательной базе, где стоит поработать с федеральному центру для того, чтобы решить эти проблемы. Именно эти вопросы люди задавали, представители тех или иных слоев населения, и подкрепляли своими собственными живыми примерами. Это было очень, как бы, живо, понятно, наглядно, и президенту было легче ориентироваться. Ну, я думаю, что он бы и без примеров бы сориентировался, потому что человек абсолютно в курсе всего и вся, что происходит. Мне кажется, он даже знает, чем мы завтракаем. Просто ощущение такое складывается, потому что абсолютное погружение вот в реальность, действительность, да, российскую и нового субъекта, самого Мадова, в том числе Крымского полуострова, ну, это как бы поражает, подкупляет, и все мы чувствовали, что человек абсолютно в курсе, все ему понятно. Ну, а вот какие-то проблемы насущные, которые, например, ты для себя подчеркнула, были такие? Ты услышала, что касалось президента, и действительно это проблема? Ну, каких-то проблем таких, вот прям проблем-проблем, что, ах, мы такого не знали, не слышали, ничего не представляли, что такое вообще на самом деле есть. Ну, нет, я не в курсе была, например, вот Винодел задавал вопрос о том, что разливается вино, и именно эта территория пишется в качестве территории, которая является, ну, собственно, может быть, какая-то коллизия, в том плане, что виноградники, вот, условно, в Бахчисарай, а разлили в Севастополе. И Севастополь считается это территориально, вот, производителем, да, производителем. Ну, если я позволю вмешаться, то не совсем так. Дело все в том, что еще со времен Украины была такая порочная практика, когда самый дешевый, самый, ну, скажем, некачественный виноматериал, то есть, грубо говоря, привозили из других стран, в частности, из Южной Америки, а разливали его прямо вот на заводах здесь. И указывали, что это сделано в Крыму. И вот, как Павел Швец именно об этом говорил, я как старый винодел... Так вот, Саша, я просто про это не знала, и для меня это было отправением. И вот я подумала, что действительно какая-то несправедливость, и нужно вмешаться в этом смысле. Я рад представить, у нас, все-таки, к нам присоединяется тот человек, которого мы тоже очень ждали. Он был занят в родиной редакции. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро, Петрович. Мы вас очень ждали. Давайте я сначала представлю, что к нам присоединился Владимир Петрович Андронаки, телерадиоведущий. Ваш коллега. Наш коллега, да. Владимир Петрович, вот у Марины мы спросили ее впечатления, а теперь ждем ваших откровений. Что вы имеете в виду? По поводу знакомства с Владимиром Путиным, потому что не всем так повезло, как вам. Ну, то, что говорили, это я так будничным тоном говорю, то, что говорили об ауре президента, все подтвердилось. Действительно, аура существует. У нас было, ну, коллега помнит, сидели мы довольно напряженно так, ожидая президента, зашел и с первых слов, так сказать, вкатился вот в нашу вот эту большую компанию с предисловием, с вопросами и ответами. И атмосфера сразу стала такой спокойной, приятной, ну, располагающей к откровенному разговору. Так оно и произошло. Владимир Петрович, но не всем удалось задать вопрос, вот что бы вы у него спросили? Или удалось ли вам спросить уже после завершения этого общения? Ну, безусловно, большая часть из присутствующих, конечно же, не сумели задать свой вопрос. И это было понятно. И никто не огорчался, и никто не считал, и я не считаю, что мой вопрос был так, настолько важен, что вот хотелось бы услышать. Я хотел спросить президента, я бы хотел начать с небольшого предисловия, что вот Крым пять лет живет под санкциями. И со статусом непризнания. И что крымчанам от этого не холодно и не жарко. Наоборот, это даже как-то сплачивает нас. А там, на Западе, их плющит от этого. Ну и вот, речь немножечко о другом. О том, что почему страны, которые мы называем дружескими и даже братскими, не признают статус Крыма. После того, что Россия им сделала и делает постоянно. Ну, хотя бы чувство солидарности и благодарности. Мне было бы интересно знать, что сказал бы, как бы это прокомментировал Владимир Владимирович. Тем более, вчера как раз таки звучали заявления, что не будут требовать от Беларуси признания присоединения Крыма к России. Ну да, но требовать, ну что значит требовать? Ну не хотите и не надо. И без вас, без вашего признания проживем. Но это нехорошо, это неправильно. Мне это непонятно. Белоруссия, Среднеазиатские республики, Армения и так далее. Ну что это такое? Ну так нельзя. Я думаю, что всему свое время и просто нужно немножко подождать. Не сразу все построено. Может быть это высокая политика, может я что-то не понимаю, но президент демонстрирует в политике открытость, честность и простоту в отношении к без всяких вот этих вот увиливаний. А это мы наблюдаем в политике этих сопредельных государств. Мне это не нравится. Вот Сирия молодец. Признала и дружеские отношения. И ездим друг к другу. И ездим друг к другу и начинаются какие-то экономические связи. Вот это правильно. Ну и все. Ассад молодец. Остальные все редиски. Шаг за шагом мы конечно же все-таки продвигаемся к улучшению. Я думаю, что в скором времени признают и другие страны. Это просто дело времени. Надо подождать. Это правда. Прошло всего пять лет. Но, к сожалению, наша с вами беседа подходит к концу. У нас очень короткое время было выделено на это. Но я напомню, у нас в гостях Марина Патрина, главный редактор общественно-политического обещания телерадиокомпании «Крым». И также Владимир Петрович Андронаки был у нас в студии телерадиоведущий нашей коллеги. Большое вам спасибо, коллеги. Думаю, что ваш рассказ воодушевил зрителей. И, конечно же, они обязательно посмотрят запись выступления президента, по крайней мере, на нашем сайте. Ну, а мы двигаемся дальше по волнам эфира. И следующий сюжет посвящен очень насущной теме, теме камер. И давайте прямо сейчас к нему и перейдем. Крымский сегмент интернета взбудоражило видео очередного дорожного инцидента. Симферопольский автолюбитель подъехал к треноге с мобильной камерой видеонаблюдения и стал агрессивно и нецензурно выражать свое недовольство фактом ее установки оператору передвижного комплекса. Ну что, как дела? Нормально вообще? Чувствуешь себя? Работа у тебя такая? А сколько платят? Не нравится, что мы сходим. Сколько платят тебе? Мы попросим, что мы сходим. Прямо сейчас мы отправляемся на место, где установлен один из 15 таких мобильных комплексов. В сети не прекращается обсуждение инцидента. Люди спорят о законности передвижных треног. На самом деле, компания-подрядчик, которая устанавливает такие камеры, имеет на это полное право. Договор с республикой заключен на 12 лет. Все нарушения фиксируются и поступают в ГИБДД, а сумма оплаченного штрафа идет в Дорожный фонд Крыма. На месте мобильных комплексов работают сертифицированные операторы, прошедшие специальное обучение. А это один из главных героев нашего сюжета. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вам здесь? Как? Работа такая, как вам сказать, сложная. Постоянно бросают мусор, постоянно обзывают, подъезжают в несуру на броню, оскорбляют. Обидно, конечно. Думают, что это все частная контора какая-нибудь. От себя бы камеру взяли в аренду, как задают вопросы, сколько зарабатываете. Бутылки, салфетки, пакеты и даже металлические предметы – все это летит из проезжающих мимо машин. Некоторые водители пытаются сбить мусором передвижной комплекс. Кто-то становится напротив в надежде перекрыть камеру, но это бесполезно. Фиксируются все – и замазанные грязью номера, и особые приметы машин-нарушителей. Что касаемо установки, как говорят автолюбители, что мы ставим на рыбных местах, так называемых, это все неправда, так как вся дислокация, все маршруты, они согласовываются с начальством ГИБДД, непосредственно в управлении. И наши комплексы выставляются в соответствии с данными документами. Треноги устанавливают там, где ранее произошло два и более ДТП, в которых пострадали или погибли люди. С тех пор, как там заработали мобильные камеры, количество аварий на этих участках сократилось. Причем знаки, предупреждающие и фото, и видеофиксации, здесь не требуются. Люди все равно недовольны, что не дают им ездить быстро. И главная задача, да, мы будем продолжать, не давать ездить быстро людям. Будем запрещать, будем делать все для того, чтобы у нас в республике на дорогах наконец-то был порядок. Люди, которые не согласны с этим, я принимаю граждан каждый день. Пять дней в неделю, с понедельника по пятницу. То есть по всем вопросам можно обратиться, мы им объясним, покажем дислокацию, для чего мы выставляем комплексы. Мобильные треноги на одном месте работают в течение месяца. Информацию об их местонахождении сотрудники ГИБДД заранее выкладывают в интернет. Водители могут увидеть это в своем навигаторе. Что касается стационарных камер, сейчас их 48 по всему Крыму. До 20 апреля установят еще 66. Ксения Шарафановская, Анатолий Агеев. Утро нового дня. Анатолия, ты знаешь, отведемся от темы камер, все-таки поговорим о чем-то более душевном. Меня мучает один вопрос, и может быть ты мне дашь на него ответ. Ну давай, постараюсь. Вот смотри, собаки и кошки. В общем-то в каком-то смысле антагонисты. Кошкам мы прощаем все свои недостатки. Кошка может быть ленивой. Кошка может быть жестокой, мстительной. Ведь всем известно, что нельзя оставлять кошке тапки, может случиться беда. Это заблуждение. Ну ладно, я тебя слушаю. Кошки ревнивые, кошки могут быть неласкивые. И мы все это им прощаем. А собака, напротив, для нас является отрадиствованием дружественности, ласки, теплоты. Почему кошкам мы прощаем свои недостатки, а собакам не можем этого простить. И наоборот их чем-то другим отрадиствляем. Ты знаешь, мне кажется, это все-таки такое распространенное заблуждение, потому что для многих и кошки, и собаки становятся членами их семьи и прощают абсолютно все. И тем, и тем. Если оба шкодят, то я думаю, что в равной степени хозяева будут, конечно же, к ним относиться. Ну, тут уж вопрос такой сложный и, я бы сказал, дискуссионный. Но что касается собак, я предлагаю обратиться к нашей следующей рубрике, где мы предлагаем взять в семью настоящее счастье, настоящего друга, который наверняка поможет в трудную минуту, если не словом, то, по крайней мере, своим добрым взглядом. Прямо сейчас об этом. Чуткая, уникальная Джули ищет дом. Послушная, умная, способная в дрессировке. Возьмите, никогда не пожалеете. С ней приятно общаться. Она любит людей. Звоните. Плюс семь девять семь восемь 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 сот шестьдесят три одиннадцать ноль три. Очень красивая собачка. Ты видела, какие у нее красивые густые черные брови? Нет, такие детали я не успела заметить, но я тебе верю. Очень красивая собака, черные брови и белые зубы. И я думаю, что такая собака украсит абсолютно любой дом. Ну, знаешь, как существует, есть поговорка, что ударенному коню в зубы не смотрят. Точно так же, я надеюсь, что никто не будет смотреть в зубы и нашим собакам, которых мы стараемся пристроить. Ну, тут смотрят в каких целях, как говорится. Но я предлагаю вновь отвернуться от темы собака, вернуться к теме уже насущной, потому что прямо сейчас на улицах нашего города находится наш мобильный корреспондент Артем Андроновский. И он готов наверняка рассказать о том, что происходит сейчас на пленэре. Артем, здравствуйте. Доброе утро, студия. Здравствуйте. Прямо сейчас я нахожусь на фактически пустой площади Ленина. А ведь еще вчера тысячи, пожалуй, что десятки тысяч людей собрались здесь в едином дыхании, отмечая важное для себя событие. Ну, а сейчас здесь разбирают сцену и убирают дворники. Что хорошо, потому что площадь нужна чистой, аккуратной, а главное просторной. Ну, собственно, сейчас так и есть. Что я хочу сказать по погоде, потому что это важно. Несмотря на то, что весна и сегодня, между прочим, первый день, праздник официальный, день без шапки. Когда ее можно снять? Ну, вы видите, я, собственно, без шапки, но все равно на мне шарф, потому что на улице сейчас плюс 3 градуса. Казалось бы, всего лишь, но нет. Температура очень стремительно поднимается наверх, потому что в обед будет 14 градусов. Конечно, шарф я сниму обязательно, а вот в пальто, пожалуй, останусь. Как ни крути, но за ночь земля остыла. На небе хотелось бы показать вам, ну, не облачко на самом деле, потому что абсолютный штиль. Небо чистое, осадков не предвещается, в принципе, да, что уж там говорить, даже облаков. 3 километра в час ветер, это, считайте, ветра и нет. Ну, я думаю, потому как сейчас ничего на мне не развивается, и как вокруг нету облаков пыли, понятно, что ветра нет, в принципе. Город постепенно оживает, образуются уже небольшие пробочки, но об этом попозже. В целом, одевайтесь потеплее, выходите в город пораньше и идите на работу пешком. Погода, хоть и не самая теплая, но все же позволяет. Спасибо, студия. Спасибо большое, Артем. Ну, действительно, ты знаешь, как-то странно видеть площадь после того, сколько людей вчера было. Около 30 тысяч, отмечают правоохранители, собралось это рекордное количество, учитывая, что площадь была рассчитана на 22 тысячи человек. А суммарно в мероприятиях Крымской весны приняли участие более 100 тысяч человек, что тоже довольно много, как мне кажется. Ты знаешь, я даже боюсь подсчитывать, потому что, наверное, эта цифра будет намного больше, ведь отмечали во всех регионах нашей страны, в том числе в аэропорту Домодедова, провели специальный флешмоб, посвященный событиям Крымской весны, и там сто пар объединились для того, чтобы станцевать вальс, там звучал оркестр, звучали патриотические песни. Ну, и, конечно же, стоит отметить, что для пассажиров эта акция стала неожиданной. Ты можешь представить, как они на нее реагировали. И даже я знаю, что солист театра опереты в Московской исполнил знаменитый «Севастопольский вальс», который является своеобразным символом города-героя. Кстати, очень известная песня и очень красивая. Да, это еще один повод для того, чтобы послушать еще одну классическую композицию. Ну, а сейчас мы перейдем... «Севастопольский вальс. Золотые деньки». Да, ты уже начал ее озвучивать. Сейчас мы перейдем к новостям интернета, где также можно было бы, где, я имею в виду всемирную паутину, можно найти и увидеть те флешмобы, которые проходили в разных регионах нашей страны. Отцовская магия. В сети набирает популярность видео, в котором родитель показывает ребенку нехитрый фокус. Только вот уследить за мячиком не так уж и легко. Неподельное удивление сына вызывает исключительно положительные эмоции. Умейте удивляться, ведь в мире еще много чего интересного. Королевский прием. На следующих кадрах хозяин и его собака демонстрируют традиционное приветствие. Сначала человек целует лапу четвероногого, а потом они по-семейному обнимаются. Вот что значит уважение и семейный уют. Настоящая мужская дружба. А вот пример настоящей любви к видеоиграм. Девушка пытается привлечь внимание любимого, а сделать это, оказывается, не так просто. Держаться за руки парню некогда. Видимо, матч в самом разгаре. Хорошо, что нашелся кавалер и потактичнее. Бразильский фермер нашел малыша-броненосца. На дворе стоял особенно засушливый день, и зверек погибал от жажды. Как не напоить такую кроху? Милые кадры этого процесса и попали в сеть. А некоторым животным воды бывает даже слишком много. В сезон большое количество утят гибнет от того, что, ныряя в бассейн, они потом не могут выбраться обратно. Летать еще не умеют. Такое простое приспособление позволит сохранить жизнь, обеспечив безопасное купание. В этот раз спасли 8 желтоклювов. В одном из супермаркетов неожиданно для посетителей провалился пол. Под завалами и стеллаже оказались охранник и покупательница. Уцелевшие очевидцы тут же бросились помогать пострадавшим. Надеемся, все целы. Причины падения выясняются. Оказывается, аварии случаются не только на дороге. В зрелищном подводном столкновении приняли участие китовая акула и гигантский подводный дьявол. Никто не пострадал, и стороны разошлись по обоюдному согласию. Что это? Ураган? Или, может быть, сквозь чащу крадется Йетти? А вот и нет. Это молодая и крайне активная собака. Хозяйка пишет. Каждый раз она пытается найти самую большую ветку и тащит ее за собой всю прогулку. Энергичности зверя можно только позавидовать. Разгневанный житель Греции кинул бетонный блок на стол городского советника. Мужчина принес обеобломок, недавно обвалившийся в одной из школ крыши. Власти не предпринимали никаких действий, несмотря на то, что кровля рассыпалась не один день. Метод спорный, но все же. Южный темперамент. Выучи трюк. Профессиональный баскетболист хотел научить парня кручению мяча по оси. Но простой прохожий оказался не так уж и прост. И смог удивить не только пользователей сети, но и самого игрока. Такой ловкости можно только позавидовать. Да, я, честно говоря, несколько опешил. Отчего именно? Потому что, мне кажется, здесь одна новость лучше другой. Ну, это делал Артем Андроновский. Он умеет выбирать самые интересные новости из сети интернет. Мне больше всего понравилась новость, кстати говоря, как ни странно, про китовую акулу. Потому что я очень много читал про этих удивительных животных. Она такая одна из самых больших на планете именно рыб. И при этом эта рыба абсолютно безобидна. До сих пор непонятно, какая-то огромная акула размножается. Много вопросов есть к этому процессу. И вот, повторюсь, она настолько безобидна, что вокруг нее можно плавать, ее можно гладить. И она, в общем-то, откликается на ласку. То есть совершенно она не опасна, хотя, конечно же, существует мнение, что любая акула представляет опасность. Но этот стереотип нам навязали и фильмы. «Челюсти 2». Да, «Челюсти 2» в частности. Но я тоже отметила эту новость про себя. Просто я подумала, что как хорошо акулы столкнулись, но тем не менее расплылись и поплыли дальше по своим делам. А вот на дорогах обычно все по-другому происходит. Это огромная манта и это огромная акула. Они являются, в общем-то, самыми ближайшими друг к другу родственниками, представителями так называемых рещевых рыб. Это древний отряд рыб, который, в общем-то, сохранился до наших дней с, в общем-то, наверное, самых давних времен. Мне еще понравилась новость про собаку, которая любит носить самые большие палки. Вредители эти собаки. Сама маленькая, а палка больше нее. Ну, так бывает. Ну, давайте теперь обернемся к Салия. Посмотри назад. И ты наверняка восхитишься. Какой прекрасный рассвет можно лицезреть сейчас на площади Ленина. Как красиво выглядит наш город в солнечных лучах. Как ты считаешь? Солнце действительно все заливает, поэтому даже сложно что-то рассмотреть. Хотя видно сцену, видно, что ее уже собирают и не так много от нее осталось после дней вчерашних. Я предлагаю двигаться дальше и показать еще одну тоже симферопольскую. Я уже догадалась, что ты пока покажешь, потому что уже прочитала, что это Екатерининский сад, конечно же, симферопольский. Да, я с нетерпением жду, когда же, наконец, будет настолько тепло, что вся эта прекрасная фонтанная площадь, по сути, это самый красивый, самый современный в городе фонтан, самая ухоженная территория, когда все-таки включат фонтаны. Я думаю, что уже скоро, потому что с каждым днем становится все теплее. Но ты знаешь, как правило, как только включают фонтаны, дети начинают в них плескаться, поэтому это тоже показатель. Весна идет, весне дорога. Детей в Екатерининском саду, значит, дело идет к лету. Ну вот еще одна площадь нашего прекрасного Крыма, это Керчь. Мы видим, что там остатки сцены и, вероятно, там буквально недавно тоже были прекрасные мероприятия, посвященные, наверное, главному весеннему празднику. Да даже невероятно, а сто процентов, конечно же, там были мероприятия, и вообще весь Крым в эти дни шумел и отмечал как мог. А вот еще один поэтический пейзаж. Ну, это, конечно же, можно догадаться сразу, Гресс, и тоже там солнечно, что радует. Ну, и я предлагаю обратиться к еще одной веб-камере. Интересно, что ты на этот раз покажешь? Знаешь, я хотел показать Севастополь, но, кажется, его с нами нет сейчас на связи, к сожалению. Но думаю, что это не столь страшно. Севастополь всегда прекрасен, и все знают, что площадь Нахимова – это одна из жемчужин Севастополя, его сердце, где проходили массовые мероприятия как раз сегодня. Но на самом деле, вот большие города, такие как Симферополь, Севастополь – это довольно опасные вещи, если вы в них оказываетесь впервые. И что делать, если вдруг потерялись? Как ориентироваться? Об этом наш следующий сюжет. Алло, Александр? А ты где? На набережной? А как туда добраться? Алло? Алло? Сбросил? Да уж, сориентироваться в неизвестной местности сложно. А когда это большой и шумный город, дело усложняется в два раза. Давайте вместе разберемся, какие небольшие хитрости помогут мне добраться до точки назначения. Потеряться в незнакомом городе вполне себе реально даже в 21 веке. Тем более, что сейчас урбанизация достигла своего пика, и бетонные джунгли разрастаются с невероятной скоростью. С другой стороны, технологии информационной эпохи могут сгладить топографические трудности. В первую очередь телефон. Обязательно рабочий и желательно с интернетом. Воспользуйтесь одним из сервисов карт, которые помогут вам добраться до необходимого пункта. Снимки со спутника, маршрутные карты, GPS и другие технологии, представленные в сети. Практически все в неограниченном количестве. Главное выбрать максимально удобные и под себя, чтобы не запутаться в их разнообразии. Какая удача! Остановка и прямо на нашем пути. Но нет, пользоваться мы ей не будем. Куда безопаснее пройтись пешком до точки назначения. Это увеличит шансы добраться именно туда, куда нужно, и не позволит вам проехать остановку. Поверьте, возвращаться обратно по неизвестной местности куда сложнее, чем потратить лишние 5 минут на пешую прогулку. Конечно, можно воспользоваться одним из навигационных транспортных приложений. Но, увы, далеко не всегда информация на экране соответствует действительности. Пока все в порядке. Идем дальше четко вниз по карте. Но вот беда, кончился интернет. Благо я заранее скачал карты города, куда отправился. Им сеть не нужна. И вам рекомендую. Обязательно. Как говорится, не было бы счастья. Телефон сел, а маршрут я, конечно же, не запомнил. Важный момент. Всегда промотайте карту до точки назначения. И приблизительно запомните, в каком направлении и как долго вам идти. Делать нечего. Придется спросить у местных. А это, кстати, второй по надежности вариант. Подойдите к неторопливо прогуливающимся людям. Они с радостью уделят вам время и подробно расскажут, как и куда можно добраться. Но есть один важный момент. Если человек говорил вам неуверенно, сбивался в своих данных и, в принципе, не с первого раза понял, куда вам идти, подойдите и спросите у следующего. Скорее всего, вас завели не туда. Включаем логику. Знаем, что города строятся по двум схемам. Радиальная – это когда все дороги кругом разбиты вокруг центра. И линейная – когда дороги движутся к центру прямо. Соответственно, запомнив ориентир, мы знаем, что добраться до точки назначения можно по любой из параллельных улиц, идущих в одном направлении. Четные и нечетные дома обычно располагаются по разные стороны улицы. Это так называемая европейская схема. Встречается также и последовательная, когда номера идут по порядку. На улицах, расположенных перпендикулярно набережной, счет ведется от побережья. Как раз наш случай. Кстати, про ориентиры. Я уже вижу свой. Это лазурный морской горизонт. Значит, я в нужном направлении. Как ни крути, а набережная должна быть у воды. Радоваться еще рано, хотя, похоже, в моем случае все действительно обошлось. А ведь бывает ситуации в разы сложнее. Давайте подробнее углубимся в теоретические аспекты, разберемся, какие еще есть хитрости ориентирования в неизвестной местности. Удивительно, но определить сторону света в городе куда проще, чем в том же лесу. Тут и сырость на старых стенах, лишайники и древесные грибы. Все это растет на север. В приморских населенных пунктах отделка быстрее изнашивается со стороны воды. Никогда так не делайте. Старайтесь держаться главной улицы с большим количеством людей. Свернешь, кажется, направо, чтобы сократить дорогу, а в итоге потеряешь еще час или того еще потеряешься. Нет, мне точно не сюда. Ну что, мы уже совсем близко. Чувствую запах йода. Но в моем случае все ясно. Ориентир моря, его трудно не рассмотреть. А что взять за ориентир, когда таких больших объектов на горизонте не видно? Апсиды православных храмов, например, всегда расположены на востоке. А вход и колокольни смотрят строго на запад. Спутниковые антенны в северном полушарии ориентированы на юг, на геостационарный спутник. Ну вот мы и пришли. Наше путешествие закончилось благополучно. Теперь в парке сориентироваться будет несложно, ведь это была оговоренная точка. Будьте внимательны, всегда следите за ориентирами и слушайте только тех, кто уверен в своих словах. А главное, не теряйтесь. Александр, Александр! Доброе утро, друзья! Как мы с тобой одновременно приветствуем. Унисон! Мы рады вас приветствовать именно этим унисоном, потому что когда сердца людей бьются в одном упорыве, чтобы сделать ваше утро радостным, это, по-моему, благословенно. Да, мы действительно продолжаем наш эфир и не рекомендуем переключаться, потому что впереди еще очень много интересных тем, которые мы обязательно обсудим в течение этого часа. И для вас в прямом эфире работают Александр Ткачев и Салия Салямова. И работаем мы сразу на двух телеканалах. Первый Крымский и Крым24. И наверняка у Салии уже есть что рассказать вам, дорогие крымчане. Саш, какой ты проницательный. Действительно, мне есть что рассказать. И прямо сейчас я поведаю о тех событиях, которыми жил полуостров последние 24 часа. Мы знаем, что этих событий было очень много. И что, конечно же, нам удалось правильно с торжеством провести, встретить крымскую весну, отметить пятилетие. Горячие поздравления из холодного края мы также получили. Якутия присоединилась к празднованию годовщины воссоединения полуострова с Россией. Регионы связывают давние отношения. Как сегодня поддерживают партнерские связи. И что желают якуты крымчанам в годовщину подписания исторического договора. Специально из Сибири для нашего телеканала. Между нами почти 10 тысяч километров. Крым, Якутия. Два региона далеких, но с общими страницами истории. Еще во времена Крымской войны солдаты Северного казачьего полка помогали оборонять полуостров. Сегодня торжественные мероприятия в честь годовщины воссоединения Республики с Россией начинаются с возложения цветов к мемориальной плите города-героя Севастополя, Побратима Якутска. После событий 2014 года связь регионов стала еще крепче. Дети Якутска отдыхают в оздоровительных центрах полуострова. Федеральные вузы обмениваются студентами. Общим стал и праздник 18 марта. Из холодного края, а в некоторых городах Якутии сейчас до минус 35 градусов, звучат действительно горячие поздравления для жителей солнечного полуострова. Крым, моя любовь. Самые лучшие студенческие годы там провела, была на студии геологической практики. То, что он вернулся к нам, это радость большая. Это для внуков, для правнуков и для нас, конечно, тоже, для пожилых людей. Я сам трижды был в Крыме в 80-х годах. Начало 2000-х, когда в составе Украины был в 2016 году. Мы желаем всем крымчанам и севастопольцам мирного неба над головой, благополучия и процветания. Анастасия Данилова, Павел Пахомов, телеканал «Якутия-24» специально для «Крым-24». Президент Владимир Путин запустил Балаклавскую и Таврическую ТЭС в режиме видеоконференции в Севастополе. Введены в строй 4 блока по 235 мегаватт. Станции обеспечат электроэнергией не только Крым, но и соседние регионы. О визите президента в материале Анастасии Кошель. В честь пятилетия Крымской весны важнейший для полуострова объекты Балаклавскую и Таврическую ТЭС запустил лично Владимир Путин. Он осмотрел новое оборудование на станции в Севастополе, а сотрудники отчитались перед президентом. Уважаемый Владимир Владимирович, мы находимся на ЦЦУ Таврической ТЭС. На текущий момент завершены монтажные строительные работы основного вспомогательного оборудования. Закончены пусконаладочные работы. Проведены полностью, в полном объеме все испытания. Таврическая ТЭС готова к включению. И вот в формате видеоконференции долгожданный старт. Владимир Владимирович, обеспеченный набор мощности Балаклавской ТЭС и Таврической ТЭС в полном объеме. Четыре блока по 235 мегаватт, а также запуску работу подстанции Порт. Президент отметил, что теперь Крым сможет снабжать собственной электроэнергией не только себя, но и соседние регионы. Здесь, в Севастополе, на полную мощность выходят Балаклавская ТЭС и Симферопольская Таврическая ТЭС. Эти станции с октября прошлого года уже работают, поставляют энергию. Сегодня вводятся еще два новых блока. По одному там и там. Их общая мощность удвоится. Будет увеличено до 940 мегаватт. Это ровно столько, сколько в прежние годы Крым получал из соседней страны. Сегодня общий объем энергопотребления в Крыму составляет 1100 мегаватт. Основные работы в этом смысле, можно сказать, завершены. Но еще есть над чем работать, в том числе и по сетям. Я выражаю слова благодарности за то, что уже сделано. Хочу выразить надежду, что вы и дальше будете работать так же эффективно, как это было до сих пор. После запуска на полную мощность всех объектов генерации, Крым с учетом энергомоста будет получать 2460 мегаватт мощности в сутки. Анастасия Кошель, Новости 24. Отпраздновали и по-спортивному массовый забег в честь первого юбилея Крымской весны состоялся в Ялте. В нем приняли участие более 2000 человек. Победителей на финише ожидали сюрпризы. Гонке присоединился и Дмитрий Попов. Александр Легков, олимпийский чемпион по лыжным гонкам. Перед забегом для жителей и гостей Ялты он проводит разминку. Это поможет подготовить мышцы к нагрузке. Программа действительно насыщенная. Верхнюю часть уже размяли, перешли к нижней. Сильно усердствовать не буду. Силы свои нужно поберечь. Присоединился к разминке Иван Аринин. Он марафонец. Максимальная преодоленная дистанция – 212 километров. Заниматься бегом начал после травмы ноги. Все болезни отступили. Я уж не буду их перечислять, которые неприятные. Но вот это вот я не знаю. Упражнение, конечно, увеличивает длину шага. Перед забегом все уже выстроились. Участники одеты в футболке цветов триколора. Все, три, два, один, поехали! Старт дан, и бегущий флаг устремился к финишу. Ну, зелёв! Чуть назад! Если для одних главная победа, для других – участие, то для нас самое главное – снять удачный сюжет. Двигаться довольно легко, даже несмотря на то, что колонна плотная. Дистанция – 2 километра. В колонне бегут мужчины и женщины, взрослые и дети, профессиональные спортсмены, любители и даже люди с особыми потребностями. Дима прикован к инвалидной коляске, но мечтает преодолеть дистанцию наравне с другими. Хотя проверили, легко это и не легко. Ну, как сейчас чувствуешь себя? Хорошо. Ближе к середине дистанции колонна растягивается, разгоняться становится удобнее. Спортсмены друг друга подбадривают. Атмосфера очень дружественная, настроение весеннее и праздничное. Все хорошо, чуть телефон не потерял. Очень стараюсь. Здорово, праздник. Настроение у всех хорошее, все улыбаются. У нас многоедная семья и всей моей семьей здесь вместе с вами. Замыкают колонну дети. Организаторы их подбадривают. Вы все огромные, молодцы. Осталось совсем немного. Вы почти на финишной прямой. После финиша участники окружают кулер с водой, восстанавливают силы. Затем идут к палатке с призами. Все хотят получить сувенир. Каждый участник нашего забега получает вот такой памятный блокнот о нашем мероприятии. Их две тысячи штук. А самые быстрые получили сертификаты на отдых в ресторанах и гостиницах Южнобережной столицы, чтобы продолжить праздновать Крымскую весну. Дмитрий Попов, Роман Ананьев, Руслан Князев. Новости 24. Ялта. Такой была информационная картина глазами наших корреспондентов. Прекрасная картина, особенно вид набережной Ялты, которая не может не вдохновлять, по крайней мере, видом своих старинных усадеб и видом гор. А в первую очередь, уже на мой взгляд, конечно, зеленью. Зеленью. Ты опять об озеленении совершенно прав. Потому что парк Гагарина тоже в скором времени преобразится. Там не только высадили деревья, там есть еще более глобальные планы. Абсолютно верно. Я зайду несколько издалека. Дело все в том, что когда я был молодой, много-много лет назад, я учился буквально через дорогу в сороковой школе. Ей привет. И мы бегали мальчишками в парк зимой. И тогда, я повторюсь, это еще один плюсик в сторону глобального потепления, тогда зимы были совсем другими. И озеро замерзало. Замерзало настолько, что по нему можно было ходить. И мы перебегали по этому льду вот на этот самый заветный остров. Побывать на нем – это просто какая-то сказка, фантастика. И это некое такое мистическое место Симферополя. Кстати говоря, оно официально отнесено к заповедным зонам, место гнездовья перелетных птиц. И вот это место ожидает, в общем-то, долгожданная очистка. Остров зарос. Тут, собственно, спорить не с чем. Много сорной растительности, которая, конечно, мешает его экосистеме. И вот пообещали, что в ближайшее время там проведут дела Влад. Но я надеюсь, там не будут строить ресторан или кафе, как это планировалось когда-то еще при Украине. Нет, конечно. В России, слава богу, чтут заповедные территории. И этот остров останется вот этим вот небольшим заповедником, где гнездятся редкие птицы. Единственное, что у меня есть маленькая мечта. Я мечтаю, чтобы в Симферополе появилось одно дерево под названием кипарис болотный. Это тоже очень зимостойкий вид кипариса, который растет в болотах. В прямом смысле слова, его корневая система полностью погружена в воду. И прямо из воды растут такие сталагмиты, так называемые пневмофоры, воздушные корни. И вот такое дерево есть в Алубке, такое дерево есть в Феодосии. И как бы здорово, если бы на этом острове, на краю берега, посадили тоже такой болотный кипарис. Я так понимаю, что оно отличается какой-то своей красотой, что оно необычное... Это красивое, это тоже хвойное дерево, разумеется, но оно сбрасывает листву, оно сбрасывает свою хвою, и в середине осени этот кипарис окрашивается в такую растяжку цвета от багрового до золотистого охристого. Это невероятно красиво. Саша, но ты так описал это все завораживающе, что захотелось обязательно, чтобы этот кипарис у нас появился, и были поводы еще раз ходить в парк Гагарина и посмотреть уже на это дерево. Ну а помимо того, куда еще можно сходить, это в нашей следующей рубрике. На новой сцене Крымского академического русского драматического театра имени Горького комедия «Зойкина контора». Преуспевающая бизнес-вумен, с виду идеальная женщина, красивая, умная, вот только в любви и не везет. После встречи с известным психологом Кириллом ее жизнь меняется. Надолго ли? Начало спектакля в 19.00. В Симферопольском художественном музее выставка «Работа Адама Катца». В кисти мастера принадлежат портреты Михаила Щеглова, Николая Барсамова и других. Полотна классика крымского искусства второй половины 20 века познакомят зрителя с миром вдумчивого художника. Выставка продлится до 21 апреля. Сегодня в кинотеатрах комедия родителей легкого поведения. В центре сюжета обеспеченная пара Фрэнк и Нэнси. Когда приходит время отправлять дочь в колледж, оказывается, что от былого богатства остались только долги. Чтобы скрыть финансовый крах, горе-авантюристы придумывают коварный план. Они готовы на все, даже сдать в аренду чужой особняк. Время сеансов вы можете выбрать сами. На киноэкранах фэнтези «Рожденный стать королем». Непростая жизнь 12-летнего Алекса превращается в грандиозное приключение, когда он находит легендарный меч Экскалибр. Подростку, который считал себя неудачником, предстоит стать новым королем. Но для начала нужно разобраться со злой средневековой колдуньей и не дать ей уничтожить мир. Для любителей мультфильмов на экране нормы несокрушимые. Ключи от королевства. Мишка становится правителем Арктики. Его приглашают в Нью-Йорк и вручают награду. Золотой ключ от королевства. Пока герой купается в лучах славы, трофеи похищают. Но это не самое страшное. Бандит под видом Норда организует серию ограблений. Сумеет ли новоиспеченный король защитить свое имя? Смотрите на утренних сеансах. Я как раз вспомнил, как называется правильно, кипарис болотный, таксодиум двурядный. Дерево достаточно дорогое. Я думаю, что это как раз повод поговорить о ценах на валюты. И, соответственно, на топливо тоже. Потому что без топлива, как известно, и не туды, и не сюды. Итак, цена на 1 литр газа сегодня составляет 27 рублей и 96 копеек. 90... прошу прощения, дизельное топливо 51 рубль и 32 копейки. 92-й бензин 47 рублей 21 копейка. 95-й 50 рублей 38 копеек. И 98-й 56 рублей 59 копеек. Что же касается цены на валюты. Сегодня доллар равняется 65 рублям и 42 копейкам. Евро 74 рублям и 6 копейкам. И, к сожалению, я небольшую ошибку допустил в прошедшем своем выступлении. Обе валюты поднялись. Ну, наверное, все-таки тоже связано с праздником. Поднялись они порядка 10 копеек. Это небольшая сумма. Но, тем не менее, к сожалению, пока так. Вот такие цены сегодня на валюты. Ты знаешь, несмотря на то, что и доллар, и рубль, они колебаются и, как ты говоришь, в последнее время поднимаются, несмотря на это, экономика Крыма с момента воссоединения с Россией, конечно же, выросла вдвое. И вот объем инвестиций в основной капитал на душу населения в республике увеличился более чем в 7 раз. То есть, несмотря на скачки валюты, есть те, кто хотят вкладывать в нашу экономику. И в этом плане деньги не страшны. А знаешь, почему хотят вкладывать? Почему? Потому что Крым – это самое прекрасное место в России. И, наверное, среди всех регионов России здесь наиболее прекрасный климат. Соответственно, погода. О погоде, какая она будет сегодня, мы узнаем из следующего нашего сюжета. Крым – это самое прекрасное место. Крым – это самое прекрасное место. Крым – это самое прекрасное место. Погода, как говорится, благоволит. Тем более на улицах Симферополя сейчас находится и наш коллега Артем Андроновский, который, я думаю, расскажет и о ситуации на дорогах. Есть ли там, в частности, пробки. Ну и также, может быть, у него другая какая-то интересная информация припасена для нас. Давайте узнаем об этом. Артем, доброе утро. Снова здравствуйте, студия. Если вы не против, решил взять вас с собой в парк. Ну а что? Прогуляемся. Я заодно подышу свежим воздухом и расскажу вам о том, что интересного происходит в городе. А происходит много чего, потому что день по-настоящему солнечный, по-настоящему светлый. И в связи с этим люди выходят на улицу пораньше, пробки образуются раньше. Ну, раньше, причем, на самом деле, прилично. Хочу сказать, что я двигался на работу достаточно рано и уже стоял на светофорах с большим количеством водителей и машин. Что же, как вы поняли, мы движемся к улице Кирова, к проспекту Кирова. И не зря, потому что мне есть что вам рассказать про него. Вот светит настолько яркое солнце, и это связано с тем, что день стремится к абсолютному полуденю. Он наступит гораздо раньше, чем еще две недели назад. В целом, в принципе, не верится, что утро наступает так рано. Что же, в парке людей действительно мало. Погода уже поднялась фактически к 9 градусам под Цельсию, что не может не радовать. Жду не дождусь, когда это будет уже целых 14 градусов, которые я обещал. Ну, как я и говорил, на небе не облако, но об этом я скажу вам позже, во время третьего включения, потому что все-таки прогнозы погоды такая штука, их нужно перепроверять. Постепенно мы приближаемся к проспекту Кирова, и уже отсюда слышно, как скрипят тормоза, точнее барабаны тормозные. И слышно, как медленно-медленно тянутся автомобили, потому что по городу уже образуются пробки. Вчера город был перекрыт, насколько мы знаем, и движение было затруднено в принципе. Поэтому большинство людей ходили пешком. Сейчас, по всей видимости, граждане Симферополя решили компенсировать вчерашнюю здоровую прогулку, и все сели на автомобили. Вот мы подходим к одному из главных украшений детского парка. Это буквы. И уже совсем близко мы приближаемся к автомобильной дороге. Посмотрим, что там. Ну, действительно, на самом деле, в полной мере происходит тянучка в обе стороны, насколько мы видим. Хотя сейчас уже автомобили начали разъезжаться. В целом по пробкам. Когда мы ехали, мы стояли на каждом перекрестке регулярно, потому что машин, автомобилей все больше и больше. И не просто так утро начинается раньше. Последние исследования показывают, что чем раньше встает солнце, тем раньше в городе образуются пробки, и тем больше людей выходит в город с самого утра. При позднем, когда солнце стоит достаточно поздно, например, зимой, то сам рабочий день начинается позже, несмотря на то, что официально часы одни и те же. Это довольно-таки интересно. Что касается интересного еще, что я заметил, так это то, что по всему городу, абсолютно по всему сейчас ходят дворники. Убирают, наводят чистоту. Это не может не радовать. Как по мне, это прекрасная информация. Что же, студия. Вот такая была солнечная, яркая, а главное, продуктивная прогулка по детскому парку. Мы вышли к дороге, а я вернусь к вам с третьим включением и расскажу о погоде. Спасибо. Спасибо, Артем. Спасибо большое, Артем. Как прекрасен детский парк. Вот такое солнечное, замечательное утро. Самое забавное, что буквально днем раньше я тоже там был, мед, пиво пил, как писал Александр Сергеевич Пушкин. Но на самом деле это я пошутил. Конечно же, я ничего не пил и не ел. Я общался с детьми, и об этом следующий сюжет. Мы все родом из детства, и воспитание патриота должно начинаться с молодых ногтей. В Дворце детского и юношеского творчества чествуют Крымскую весну. Просторный холл главной детской творческой мастерской республики пестрит цветами – красным, синим и белым. В работах здешних воспитанников цвета государственных флагов малой и большой родины, абрис Крымского полуострова и арки моста – все переплетается, все славит весну. Встречаем Крымскую весну прекрасным настроением, солнцем, шариками, ленточками, шикарными фотографиями. Проходит сегодня в нашем республиканском центре детского творчества мероприятие, посвященное этому прекрасному событию. У нас проходит телемост. Мы встречаемся с представителями РДШ Иванова. Для наших старших детей дворца мы подготовили креативную программу, в которой будет существовать и песни, и танцы, фото-зона, в которой они себя проявят креативно в рамках Крымской весны. Дети и взрослые к пятилетию воссоединения готовились долго и скрупулезно. Руководство решило отойти от традиционных торжеств в актовых залах на бархатных креслах. Сейчас будешь настоящим красавчиком. Красиво. Давай пятюшку. Все действие происходит в просторном вестибюле. Ведущие родители и юные участники водят хороводы, читают стихи и поют песни к непосредственной близости друг от друга. И живет на Крым-переберегах, где стоят плотаны вековые, отражая у своих глазах девушка по имени Россия. К нам в Крым пришла весна однажды, совсем другая русская весна. И что там мама дальше? Всем этим ребятам по пять лет. Это младшая группа дворца. Здесь их учат не только рисовать и петь, но и быть патриотами. Сегодня, когда этим детям рисуют на щеках российский триколор, ребята еще не осознают, что являются ровесниками возвращения этого флага на крымскую землю. И теперь их судьбы связаны неразрывно и навсегда. Ребят, почему этот праздник так важен? Чтобы Россия бы мирилась с Крымом. Это Россия весна. Крым это тоже как весна. В этот день надо веселиться, праздновать этот праздник. Еще одной достопримечательностью самого крымского весеннего праздника во Дворце детского и юношеского творчества стало Дерево желаний. Ребята, смотрите, у нас есть вот такие красивые карточки, такие стикеры. Вы можете нарисовать или написать пожелания для своей любимой родины. Родители вам, если что, помогут. И ваши пожелания приклеить вот туда, на красивое наше дерево, дерево нашего дворца. Помощь родителей не пригодилась. Молодые россияне самостоятельно справились с задачей. И в посланиях к дереву просили для своей семьи, своей малой родины и всей страны любви, процветания и мира. От лица дружного коллектива телерадиокомпании «Крым» мы тоже оставим свою записку на Дереве желаний. Вот так даже самые юные крымчане присоединились к празднованию Дня присоединения Крыма к России. Но что говорить о больших компаниях, такая как наша телерадиокомпания «Крым», которая этот замечательный праздник празднует уже с пятницы и организовывает совершенно масштабные, незабываемые мероприятия. И вот небольшую ревервенцию давайте сделаем в пятничные события, когда проходил легендарный телемарафон, который является, наверное, одним из самых крупных мероприятий за последнее время на нашей телекомпании. Во время которого мы освещали, конечно же, все события. Но стоит отметить, что марафон «Крымская весна» длился 14 часов прямого эфира. В нем приняло участие рекордное количество гостей. Поздравляли и руководители других регионов, в частности, Рамзан Кадыров. Среди гостей были герои «Крымской весны», представители народного ополчения, казаки, бывший прокурор Республики Крым и депутат Государственной Думы Российской Федерации Наталья Поклонская. Они рассказывали неизвестные страницы тех дней. В режиме онлайн работали наши корреспонденты со всех уголков Крыма. Показывали самые масштабные и яркие мероприятия, проходившие на улицах крымских городов. Наш телемарафон смотрел весь Крым и по просмотрам мы просто сделали все федеральные каналы. В перекрестном марафоне, стоит отметить, приняли участие пять СМИ, два телеканала и три радиостанции, которые поочередно брали слово. Что и говорить, все прошло на самом высоком техническом уровне. В этом году нужно отметить нашей телекомпании 60 лет, и это повод радоваться. Но первооткрыватели этой сферы, наверное, сегодня бы очень удивились, что можно провести вещание в таком формате, в таком масштабе. Этот уникальный опыт, конечно же, войдет в историю. Ну, а сейчас мы предлагаем... предлагаем что? Посмотреть? Предлагаем обратиться к тому, что сделали своими руками наши журналисты. Они прошерстили весь интернет, собрали самые интересные и актуальные новости и готовы вам их представить прямо сейчас. Отцовская магия В сети набирает популярность видео, в котором родитель показывает ребенку нехитрый фокус. Только вот уследить за мячиком не так уж и легко. Неподдельное удивление сына вызывает исключительно положительные эмоции. Умейте удивляться, ведь в мире еще много чего интересного. Королевский прием На следующих кадрах хозяин и его собака демонстрируют традиционное приветствие. Сначала человек целует лапу четвероногого, а потом они по-семейному обнимаются. Вот, что значит уважение и семейный уют. Настоящая мужская дружба. А вот пример настоящей любви к видеоиграм. Девушка пытается привлечь внимание любимого, а сделать это, оказывается, не так просто. Держаться за руки парню некогда. Видимо, матч в самом разгаре. Хорошо, что нашелся кавалер и потактичнее. Бразильский фермер нашел малыша-броненосца. На дворе стоял особенно засушливый день, и зверек погибал от жажды. Как не напоить такую кроху? Милые кадры этого процесса и попали в сеть. А некоторым животным воды бывает даже слишком много. В сезон большое количество утят гибнет от того, что, ныряя в бассейн, они потом не могут выбраться обратно. Летать еще не умеют. Такое простое приспособление позволит сохранить жизнь, обеспечив безопасное купание. В этот раз спасли восемь желтоклювов. В одном из супермаркетов неожиданно для посетителей провалился пол. Под завалами и стеллаже оказались охранник и покупательница. Уцелевшие очевидцы тут же бросились помогать пострадавшим. Надеемся, все целы. Причины падения выясняются. Оказывается, аварии случаются не только на дороге. В зрелищном подводном столкновении приняли участие китовая акула и гигантский подводный дьявол. Никто не пострадал, и стороны разошлись по обоюдному согласию. Что это? Ураган? Или, может быть, сквозь чащу крадется Йетти? А вот и нет. Это молодая и крайне активная собака. Хозяйка пишет. Каждый раз она пытается найти самую большую ветку и тащит ее за собой всю прогулку. Энергичности зверя можно только позавидовать. Разгневанный житель Греции кинул бетонный блок на стол городского советника. Мужчина принес собой обломок, недавно обвалившийся в одной из школ крыши. Власти не предпринимали никаких действий, несмотря на то, что кровля рассыпалась не один день. Метод спорный, но все же. Южный темперамент. Выучи трюк. Профессиональный баскетболист хотел научить парня кручению мяча по оси. Но простой прохожий оказался не так уж и прост и смог удивить не только пользователей сети, но и самого игрока. Такой ловкости можно только позавидовать. Мне бы хотелось продолжить тему интернета. Вы получите из кармана свои кровные около 200 тысяч рублей, но плюс еще при этом придется отсидеть 15 суток. Ну что ж, по-моему, справедливо. Вообще врать это просто ужасно, нехорошо и ни в коем случае, дорогие крымчане, так не поступайте. Никогда. Сейчас в интернете очень много разной информации и, конечно же, определить, какая из них достоверная, часто очень сложно, но я думаю, что вот этот закон, он и позволит отделить такую информацию от правдивой. Зерна от плевел. Но я знаю, что у нас есть в студии гость, который наверняка расскажет нам истину в первой инстанции. Я рад представить Игоря Леонидовича Лукьянова, начальника Крымского республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн. Здравствуйте. Ну а будем мы сегодня говорить о гериатрии. Здравствуйте, Игорь Леонидович. Я дополню ваше представление. Вы являетесь еще и главным внештатным врачом, специализирующимся на взрослом старческом возрасте. Как правильно сказать? Средний возраст, старший возраст? Ну, вообще, можно говорить старшее поколение. Вообще гериатрический возраст начинается с 65 лет. Но это не значит, что это возраст старости. Это возраст активного долголетия, которое необходимо нам поддерживать всеми возможными способами. Скажите, а с какими проблемами чаще всего сталкиваются люди старшего возраста? Ну, как ни странно, не со здоровьем, а с вниманием. Очень важно для старшего поколения внимание. Это и со стороны как родных и близких, так и всех окружающих. Внимание – очень важная составляющая, которая дает заряд положительных эмоций, а потом здоровье. Игорь Леонидович, ну вот я знаю, что намечается пресс-конференция на тему гериатрия. Это инвестиции в будущее. Но звучит достаточно громко и, честно сказать, непонятно. Что значит инвестиции в будущее? Ну, 13-го числа в Ялте прошла конференция. Есть национальная программа «Демография». И в рамках этой национальной программы есть проект, называется «Старшее поколение». И вот в рамках этого проекта проходила у нас конференция в Ялте 13-го числа, которая называлась «Демография инвестиций в будущее». Ну, вы, наверное, уже прекрасно понимаете и знаете, что любое государство отношением к старикам и к детям – это важная составляющая показателя, показателя государственности. И на сегодняшний день сформирована целая программа, которая дает возможности, вернее, даже не дает возможности, а ставит задачи, чтобы продолжительность жизни населения в России достигла 80 лет. Какая сейчас? 72 года. Нам необходимо очень большими шагами идти к 30-му году, чтобы достичь этих показателей. Это очень важная составляющая не только здравоохранения, но это междисциплинарные, межобщественные, межведомственные взаимоотношения, которые должны быть направлены на одно. Чтобы была продолжительность жизни как можно дольше. Но это самое не то, что дольше, но самое главное еще, чтобы это долголетие было активным. Это очень важная составляющая. Старость была долгой и активной. Может быть, будет применяться опыт Японии? Вы знаете, у нас достаточно опыта. И здравоохранение, если брать с советских времен, оно очень, очень, еще с тех времен дает такую хорошую школу понимания лечения пациентов. И важная составляющая, вот очень важная составляющая в лечении данных пациентов, это комплексный подход. Очень важно лечить не болезнь, а больного. И вот как раз гириатрия направлена полностью на то, чтобы были очень серьезные межведомственные взаимоотношения. Но я хочу начать не с этого, а сказать о том, что прежде всего, для того, чтобы человек жил долго, нужно начинать со здорового образа жизни. Потом надо задумываться о профилактике, а потом о доступности медицины. И вот если говорить о вот этих трех китах, это то, что поставлены те задачи, которые надо решать в здравоохранении. Есть еще и социальные программы, и культурные программы, но начинать надо со здорового образа жизни. Его надо формировать еще с детства. Чем раньше начинаешь, тем в любом возрасте можно задуматься о себе. И на сегодняшний день проведено очень много исследований, которые говорят о влиянии тех или иных медикаментов на пациента, на долголетие. Но нету ни одной такой таблетки, которая бы сравнилась со здоровым образом жизни. Профилактика важная составляющая, потому что прекрасно понимаем мы все, что предупреждать гораздо проще, чем лечить. И на сегодняшний день очень много заболеваний, которые на раннем этапе полностью излечимы. Это тоже важная составляющая. Ну а третья – доступность. Медицина должна быть доступна. Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то устарческая патология специфика именно для Крыма? Вы знаете, Крым – это тот регион, где много солнечных дней в году. Где хорошие есть природные заповедники. Есть хорошие возможности находиться. Раньше лечили в Крыму туберкулез, вы знаете, приезжали. В Ялту очень много. Сейчас не лечат? Есть лечение климатом, есть лечение климата, лечение соснами, лечение в войных лесах. Это все остается. Фитотерапия. И поэтому Крым очень благоприятен своими природными факторами для того, чтобы жить долго. И на сегодняшний день физиотерапевтическая курортная база Крыма, она развивается. И это одна из составляющих для лечения, ну не лечения, а продления жизни. Игорь Леонидович, ну вот Вы сказали, что средняя продолжительность жизни в России – 72 года. Это, я так понимаю, низкие пороки по сравнению с другими странами или нет? За, скажу сейчас, за более чем два года удалось поднять, если я не ошибаюсь, на три года продолжительной жизни. То есть темпы очень серьезные. И если такими же темпами будет продолжаться развитие, ну не развитие, а отношение к данной проблеме, то я уверен, что данная задача выполнима. Тем более сейчас развиваются во всех регионах России, развиваются центры, гериатрические центры. В том числе и в Крыму будет открыт гериатрический центр, который даст возможность именно решения той комплексной задачи, того комплексного подхода для лечения лиц пожилого возраста. А когда он будет открыт? Увесные сроки? Он будет открыт на базе нашего госпиталя для ветеранов-воин. На сегодняшний день там уже функционирует 100 коек для лечения гериатрических пациентов. Открыт кабинет в амбулаторно-политенической системе, где проводится комплексная оценка пациентов. Комплексная оценка – это очень важная составляющая лечения гериатрических больных. Она дает прогноз вплоть до полугодия. Упадет человек или не упадет, будет он травмирован или не травмирован. Это не экстрасенсорика, это важные такие параметры, которые дают возможность оценить прогноз жизни человека, жизни и его здоровья. Койки уже открыты, уже открыты ряд кабинетов, и у нас в планах открыть его в этом году. Но мне бы еще хотелось уточнить, будет ли это дом престарелых? Нет. Нет, никакого отношения к дому престарелых нет. Это не паллиативная помощь, это именно помощь медицинская, стационарная, которая как раз и дает возможности. У нас будут открыты школы, школы активного долголетия, которые будут рассказывать пациентам, как именно поддерживать свое здоровье, как без таблеток обходиться. Врач-гериатор часто отменяет те препараты, которые назначают другие врачи. Это важная составляющая лечения пациента, научить его правильно жить. Очень необходимые такие заведения в Крыму. У нас осталось буквально полминуты. Пожалуйста, могли бы вы тезисно три совета нашим слушателям, телезрителям по сохранению их здоровья и долголетия? Первое, с чего я начинал, здоровый образ жизни. Занимайте, вот движение – это жизнь. Такая банальная фраза, но говорит о многом. Двигайтесь, двигайтесь. Второй совет родственникам. Заботьтесь о своих родных и близких старшего поколения. Внимание очень нужно нашим бабушкам, дедушкам, матерям, отцам. Поэтому внимательные отношения и хорошее питание. Я бы еще добавила, что меньше нервничайте. Вот меньше стресса по пустякам. Спасибо вам большое, что сегодня к нам пришли. Спасибо. А у нас в гостях Игорь Леонидович Лукьянов, начальник Крымского республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн. Большое вам спасибо. Я уверен, что ваши советы пригодятся нашим телезрителям. Но мы двигаемся дальше по волнам эфира, и следующий сюжет наверняка вас порадует. Субтитры подогнали Симон. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 У меня есть кошка. Я об этом уже рассказывала неоднократно. Я знаю, что у тебя больше верных друзей, чем у меня. Больше. Ну а тех, у кого их совсем нет верных друзей, для вас наш следующий сюжет. Чуткая, уникальная Джулия ищет дом. Послушная, умная, способная в дрессировке. Возьмите, никогда не пожалеете. С ней приятно общаться. Она любит людей. Звоните. Плюс семь девять семь восемь восемь восемьсот шестьдесят три одиннадцать ноль три. Ну что же, у кого-то друзья мохнатые, а у кого-то стальные, стальные кони, так называют автомобили. Надеюсь, что следующая информация для вас, автолюбителей, будет весьма полезной. Я имею в виду пробки, которые сейчас и освещу для вас. Итак, мы видим сейчас уже на экране Симферополь с высоты птичьего полета. И видим, насколько загружены или наоборот не загружены центральные улицы города. Итак, давайте посмотрим вот этот знаменитый треугольник между двумя, в общем-то, площадями кольцевого движения. Площадью Куйбышева и площадью Советской. Итак, проспект Кирова. Мы видим, что по направлению в сторону площади Куйбышева движение значительно заторможено. И это оправдано, потому что все спешат от одного кольца к другому. Улица Киевская. По направлению к площади Куйбышева, вот я приближаю, мы видим, что по направлению к кольцу серьезные затруднения движения. От кольца напротив движение достаточно свободное. Это касается участка в сторону площади Советской. Мы видим, что он зеленого цвета и местами с желтым. И вот площадь Советская собственно. Вновь по направлению к ней все участки окрашены в красный цвет, они заторможены там движение. И участки, которые от кольца идут, они свободны. В том случае, если вы сильно спешите, рекомендовано вам объехать этот участок по улице Толстого, либо же по старому городу через, например, улицу Караимскую. Мы видим, что сейчас она достаточно свободна, и там можно передвигаться без затруднения. Что же касается еще одной транспортной артерии города, имею в виду улицу Севастопольскую, то она достаточно благорасполагает автолюбителей двигаться по ней. Мы видим, что она окрашена в желтый цвет. Это означает, что движение там несколько сковано, но не критично. Поэтому, дорогие друзья, если вы выехали уже на работу и двигаетесь по направлению к своему рабочему месту, то у вас есть все шансы приехать вовремя, потому что дороги, в общем-то, благорасполагают не опаздывать. Ты знаешь, вот ты сейчас говорил о пробках, и действительно ситуация с ними становится все сложнее и сложнее. А связано это с тем, что количество водительских удостоверений с каждым годом выдают все больше. Например, в 2018 году на 18%, чем в предыдущие годы получил человек. Но и при этом случаев, когда права отбирают, тоже становится меньше. То есть, представь, если в год на 20% увеличивается количество водителей. Это много. Это много. И, действительно, все больше и больше людей хотят сесть за руль. Но необходимо ли это? Вот в чем вопрос. Стоит задуматься. Иногда, в общем-то, вот современные урбанисты даже рассматривают необходимость. Для кого созданы наши города? Для людей или для автомобилей? Вот в чем вопрос. И обилие машин, к сожалению, диктует свои правила. Это одна из вех историй. Но я предлагаю поговорить об этом дне в ретроспективе, что же происходило сегодня, 19 марта, много лет назад. Об этом в хронографе. 19 марта считается официальной датой рождения подводных сил российского флота. В этот день, 113 лет назад, по указу императора Николая II, утвердили новый корабельный регламент. В него включили подводные лодки на правах кораблей 3-4 ранга. 120 лет назад, по инициативе известного хирурга Николая Вильяминова, открыли первую в Петербурге станцию скорой помощи. Она состояла из одной кареты, оснащенной медикаментами, инструментарием и перевязочным материалом. По вызову на них выезжали врач, фельдшер и санитар. До этого пострадавших от несчастных случаев доставляли в приемные покои при полицейских домах. 19 марта в 1913 году родился знаменитый советский летчик Александр Покрышкин. 65 официальных побед в боях. Он стал живой легендой, орудием советской пропаганды. За годы Великой Отечественной войны был не раз награжден золотой звездой и стал первым в истории трижды героем Советского Союза. В этот день, 101 год назад, в США принят акт о стандартном времени. Также утвердили деление на часовые пояса. До этого в каждой отдельно взятой местности использовали систему собственного солнечного подсчета. Но она стала неактуальной с развитием железной дороги, так как вызывала путаницу и аварии. 119 лет назад родился ученый с мировым именем, французский физик Фредерик Жолио Кюри. Был активным общественным деятелем и председателем Всемирного Совета Мира. Наукой занимался вместе с женой. Супруги получили Нобелевскую премию по химии за открытие явления искусственной радиоактивности и опубликовали больше 120 работ, посвященных ядерной физике, химии и ядерной технике. 19 марта в 1991 году в Харькове впервые родился ребенок, зачатый в пробирке. Девочку назвали Екатериной. Харьков стал третьим городом в СССР после Москвы и Ленинграда, в котором провели этот эксперимент. Саш, ну вот если продолжать тему автомобилей, то все-таки согласись, это очень удобное транспортное средство, благодаря которому можно ездить на достаточно дальние расстояния. Не стану спорить, действительно, без него никуда в дальних путешествиях. Ну, а там, как известно, можно заблудиться. И тогда воспользуйтесь советами, которые сейчас мы расскажем в следующем материале. Алло, Александр, а ты где? На набережной? А как туда добраться? Алло, алло, сбросил? Да уж, сориентироваться в неизвестной местности сложно. А когда это большой и шумный город, дело усложняется в два раза. Давайте вместе разберемся, какие небольшие хитрости помогут мне добраться до точки назначения. Потеряться в незнакомом городе вполне себе реально даже в 21 веке. Тем более, что сейчас урбанизация достигла своего пика, и бетонные джунгли разрастаются с невероятной скоростью. С другой стороны, технологии информационной эпохи могут сгладить топографические трудности. В первую очередь, телефон. Обязательно рабочий и желательно с интернетом. Воспользуйтесь одним из сервисов карт, которые помогут вам добраться до необходимого пункта. Снимки со спутника, маршрутные карты, GPS и другие технологии, представленные в сети. Практически все в неограниченном количестве. Главное выбрать максимально удобные и под себя, чтобы не запутаться в их разнообразии. Какая удача! Остановка и прямо на нашем пути. Но нет, пользоваться мы ей не будем. Куда безопаснее пройтись пешком до точки назначения. Это увеличит шансы добраться именно туда, куда нужно, и не позволит вам проехать остановку. Поверьте, возвращаться обратно по неизвестной местности куда сложнее, чем потратить лишние 5 минут на пешую прогулку. Конечно, можно воспользоваться одним из навигационных транспортных приложений. Но, увы, далеко не всегда информация на экране соответствует действительности. Пока все в порядке. Идем дальше четко вниз по карте. Но вот беда, кончился интернет. Благо я заранее скачал карты города, куда отправился. Им сеть не нужна. И вам рекомендую. Обязательно. Как говорится, не было бы счастья. Телефон сел, а маршрут я, конечно же, не запомнил. Важный момент. Всегда промотайте карту до точки назначения и приблизительно запомните, в каком направлении и как долго вам идти. Делать нечего. Придется спросить у местных. А это, кстати, второй по надежности вариант. Подойдите к неторопливо прогуливающимся людям. Они с радостью уделят вам время и подробно расскажут, как и куда можно добраться. Но есть один важный момент. Если человек говорил вам неуверенно, сбивался в своих данных и, в принципе, не с первого раза по нему куда вам идти, подойдите и спросите у следующего. Скорее всего, вас завели не туда. Включаем логику. Знаем, что города строятся по двум схемам. Радиальная – это когда все дороги кругом разбиты вокруг центра. И линейная – когда дороги движутся к центру прямо. Соответственно, запомнив ориентир, мы знаем, что добраться до точки назначения можно по любой из параллельных улиц, идущих в одном направлении. Четные и нечетные дома обычно располагаются по разные стороны улицы. Это так называемая европейская схема. Встречается также и последовательная, когда номера идут по порядку. На улицах, расположенных перпендикулярно набережной, счет ведется от побережья. Как раз наш случай. Кстати, про ориентиры. Я уже вижу свой. Это лазурный морской горизонт. Значит, я в нужном направлении. Как ни крути, а набережная должна быть у воды. Радоваться еще рано, хотя, похоже, в моем случае все действительно обошлось. А ведь бывают ситуации в разы сложнее. Давайте подробнее углубимся в теоретический аспект и разберемся, какие еще есть хитрости и ориентирования в неизвестной местности. Удивительно, но определить сторону света в городе куда проще, чем в том же лесу. Тут и сырость на старых стенах, лишайники и древесные грибы. Все это растет на север. В приморских населенных пунктах отделка быстрее изнашивается со стороны воды. Никогда так не делайте. Старайтесь держаться главной улицы с большим количеством людей. Свернешь, кажется, направо, чтобы сократить дорогу, а в итоге потеряешь еще час или того еще потеряешься. Нет, мне точно не сюда. Ну что, мы уже совсем близко. Чувствую запах йода. Но в моем случае все ясно. Ориентир моря, его трудно не рассмотреть. А что взять за ориентир, когда таких больших объектов на горизонте не видно? Апсиды православных храмов, например, всегда расположены на востоке. А вход и колокольни смотрят строго на запад. Спутниковые антенны в северном полушарии ориентированы на юг, на гестационарный спутник. Ну вот, мы и пришли. Наше путешествие закончилось благополучно. Теперь в парке сориентироваться будет несложно, ведь это была оговоренная точка. Будьте внимательны, всегда следите за ориентирами и слушайте только тех, кто уверен в своих словах. А главное, не теряйтесь. Александр! Александр! Ну что ж, а у нас уже на связи наша новостная редакция. Здравствуйте, коллеги! Здравствуйте, Сергей, расскажите, что на повестке дня сегодня? Итоги первой пятилетки в составе Российской Федерации крымчане подводят вместе с президентом. Вы узнаете, о чем Владимир Путин общался с общественностью Симферополя и Севастополя и как поздравил жителей республики с пятилетием Крымской весны. Об этом и не только наши предбудущие информационные выпуски в течение дня. Не переключайтесь. Сергей, хорошего вам эфира. Ну а наш эфир уже, к сожалению, подходит к концу. Мы прощаемся с вами, дорогие друзья, и желаем вам хорошего дня. И увидимся с вами непременно завтра. Ну а с вами были Салия Салямова и Александр Ткачев. Всего доброго и до встречи уже завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok